Друзья, всем огромнейший привет и добро пожаловать в мое новое видео. Сегодня мы с вами приехали в, на первый взгляд, довольно-таки стандартный, красивый австралийский парк вот с такими озерами. Но этот парк не совсем обычный, сейчас мы к этому с вами перейдем. Я думаю, из названия видео вы уже поняли, о ком пойдет сегодня речь. Данный парк находится в Австралии, в штате Виктория, в местечке под названием Сейл. Это очень тихий маленький городок и вот, пожалуй, туристов он привлекает в основном из-за просто огромнейшего количества летучих мышей, которые живут в данном парке. Здесь обитает несколько тысяч летучих мышей, причем эти летучие мыши, как, пожалуй, и много очень вещей в Австралии, также не совсем обычные. Ну, во-первых, это самый крупный вид летучей мыши, который можно встретить в мире. Еще это единственные летающие млекопитающие в мире. Также хочу сказать, что данных летучих мышей бояться не стоит, потому что кровью они не питаются. Это фруктовые летучие мыши, также их называют сероголовая летучая лисица, и это, пожалуй, даже их основное и такое более официальное название. Эти летучие мышки очень большие, они самые-самые крупные в мире, и размах крыльев подобной летучей мыши может достигать больше одного метра. Просто представьте себе этот масштаб. Для людей они, в принципе, абсолютно безобидны, но не считая того, что когда они висят на деревьях в таком количестве, шанс, что кому-то из них захочется в туалет, когда вы будете проходить мимо, очень даже велик. Ну, и также, конечно, они могут наносить ущерб фермерам, потому что эти мыши питаются в основном фруктами, и больше всего они любят именно инжир, поэтому фермеры, которые выращивают инжир, от них иногда страдают. В этом парке обитает невероятное количество данных животных, кстати, да, это млекопитающие животные, и кормят своих детенышей они молоком. Собираются они в огромные шумные стаи, наблюдать за ними можно просто бесконечно. Они даже днём очень шумные, по-моему, борются постоянно за самое козырное место на дереве, постоянно какие-то драчки у них происходят, и гул в парке стоит невероятный просто. В принципе, днём эти летучие мыши отдыхают, а питаются они ночью. То есть днём они собираются в стайки, сидят на дереве, спят, дерутся, в общем, развлекаются как могут, а ищут себе пропитание они уже по ночам. Очень ещё интересно, что в этом парке есть среди озера небольшой остров. Когда смотришь на этот остров, кажется, что на деревьях растут какие-то необычные фрукты, но на самом деле это летучие мыши, свисающие с веток. Летучие мыши живут не только на данном острове, но увидеть их можно практически на каждом дереве в данном парке. Такого количества я никогда не видела. Вообще не в эту поездку, но однажды мне удалось подержать в руках такую летучую мышку. И сейчас я вам вставлю фотографию, чтобы вы могли увидеть, насколько же она гигантская в сравнении со мной. Она просто невероятных размеров. Посмотрите на эту огромадину. Не менее интересно прогуливаться по данному парку и вечером, когда уже начинают смеркаться, а летучие мышки выдвигаются на поиски еды. Представляете, вы прогуливаетесь по парку, уже сумерки, и над вами пролетает просто огромнейшая тень, напоминающая Бэтмена. Это просто впечатление из впечатлений. Я очень надеюсь, что вам понравилось данное видео. Увидимся в новых роликах. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok